В Хабаровске появился первый местный бейсджампер. Прыжок с парашютом с фиксированного объекта высотой в 140 метров он совершил под руководством опытного инструктора из Санкт-Петербурга, который специально для этого приехал на Дальний Восток. Георгий Ванин встретился с экстремалами. Несколько секунд свободного падения и первый в Дальневосточной столице прыжок с парашютом с фиксированного объекта в исполнении хабаровчанина готов. Первый бейс-прыжок готов, ребята! До этого было скалолазание, альпинизм, сопутствующие веревки, прыжки с веревками. Потихоньку все переходит именно в хотение большего полета, свободы. Нет никакой уже паники, нужно все четко делать, ты знаешь, что нужно. С холодной головой подошел и все четко пока идет. В Хабаровске уже были случаи бейсджампинга, но прыгали приезжие экстремалы. На Дальнем Востоке до этого всего-то была пара парашютистов, предпочитающих стационарные объекты. Третьего обучил инструктор из Санкт-Петербурга, для которого эта рабочая командировка оказалась самой дальней в трехлетней карьере. Он все делал правильно и у него с самого начала все очень шло хорошо. Он прошел этапы обучения и все, он готов прыгать самостоятельно. Ну, конечно, ему еще нужно будет набираться опыта. За плечами питерского бейсера почти 300 прыжков в России, Швейцарии, Италии и странах Азии. Только один раз в Китае его задержала полиция, но и там сразу отпустили. Но не везде к экстремальному увлечению относятся с пониманием. Например, во Франции ввели штраф в несколько тысяч евро. Бейс, он по сути и не запрещен, но с другой стороны запрещен, потому что объекты, с которых удобно прыгать, они, как правило, охраняются. Если там есть охрана или это жилые дома, то если там часто прыгать, то людям это, естественно, будет не нравиться. Из дальневосточной столицы петербургский инструктор отправится на фестиваль бейсджампинга в Малайзию. Затем на Филиппины, во Вьетнам, в Таиланд и, может быть, в Непал. Новоиспеченный хабаровский бейсер хочет пойти по стопам преподавателя. И тоже отточить мастерство в странах Азии, где бейсджампинг уже почти официальный вид спорта. Георгий Варин, Андрей Третьяков, Хабаровская студия телевидения.